обмылок который вы видите сейчас перед глазами это электрический флагман от mercedes серия еку а вот это это еку s означает что это электричка но меня конечно больше всего волнует превратится ли он в тыкву после 100 тысяч километров пробега ну и внешностью честно говоря я была шокирована когда увидела его в жизни уж очень он но обтекаемой формой что ли но в этом есть скрытый смысл и сразу скажу что самое интересное в этом машине внутри внутри это просто космический корабль действительно и садишься в него это такой вау эффект который мы безусловно вам сегодня покажем Туда нормально? Ну, они дали жару, да? Это у китайских машин сейчас принято придираться к качеству, там, высматривать детальки. А Мерседес что? Он же все уже заслужил годами, поэтому что к нему придираться? Привет всем тем классным парням, которые сейчас написали в комментариях. Лиса, зачем ты это снимаешь? Я вот только что заварил дошик за 38 рублей. Слушайте, а я всегда на это отвечаю. Сочиняя мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Да и просто интересно, как будто в музей сходили. Кузов этой машины вообще не похож на S-класс 223. Сравнивать их просто невозможно. Да, это электрический флагман, тот флагман с ДВС, но нет, это больше похоже на какой-то однообъемник, на какой-то пузырек что ли. А сделаны это не просто так. Рекордные показатели по аэродинамическому сопротивлению. Рекордные в хорошую сторону, естественно. А сейчас будет шок. Потому что я открою вот этот багажник, и вы увидите, что это Мерседес, это Шкода Октавия на максималках. Поняли почему? Кузов лепбэк. Плохо? Конечно, нет. Посмотрите на этот багажник. Да он бесконечный. Плюс еще здесь сидения складываются, плюс еще тут нычка имеется. Короче, в этом есть только одни плюсы. Кроме понтов. Понтовый человек, для которого важно говорить о том, что он за 15 миллионов купил себе Мерседес, ну, наверное, никогда не купит себе лифтбэк. Хотя эта машина уже продана, значит, что-то где-то в моей логике есть прореха. Кстати, хорошая тема. Вон у нас, считай, квадрокоптер на втором этаже. Сейчас мы вас подвесим, и вы будете летать, Максим. Сзади посадка, в принципе, удобная, потому что сидение заднее утоплено. Но я буду утверждать, что эта машина все-таки, она больше заточена под водителей, под удовольствие от вождения. Да, вы можете ездить на заднем сидении, но тех прелестей, которые дает 223-й, здесь нет и не бывает в принципе. Самая близкая из мерседесской линейки машина, которая, мне кажется, идеологически схожа и вот по ездовым характеристикам, это ЦЛС. 568 момента, и все на заднюю ось. Мы сейчас тупо не могли сдвинуть его с места. Да ладно! На летней резине, на скользком покрытии, электроника блокировала какую-либо возможность движения. Потом я электронику отключила. Из-под колес такой прекрасный фонтан снега грязноватого вылетал, но все равно мы застряли. Я не могла двигаться, и я спросила, ребята, неужели мы это не снимали, на что мне было сказано, слышишь, не боись, мы сейчас еще раз это изобразим. Нам вот-вот димнюю резину привезут, но пока ее не привезут, машина просто не может двигаться с места. Если бы была другая версия полноприводная, конечно, такого бы не было. У мерседеса была какая-то задумка. Это электрокар. Соответственно, у нас под пузом есть прекрасный противовес в виде батареи. Батарея это приблизительно от 700 до 800 килограммов. То есть инженеры имеют возможность сделать машину с комфортной подвеской, но при этом она не потеряет в управляемости, потому что заходит в поворот она великолепно. Это точно так же, как на моей Model S, на которой я первый раз села 5 лет назад. Помните, я все время говорила о том, что я просто обалдела. На машинах с ДВС такое невозможно. Насколько комфортная подвеска, пневма, насколько здорово все сделано, насколько она управляемая, и при этом на любых лежачих полицейских, на любых трамвайных путях вас вообще не трясет. Именно за счет вот этого противовеса под пузом. А здесь еще подруливающая задняя ось, не забывайте. То есть с точки зрения управления, с точки зрения комфорта, это будет очень приятная машина для владельца. И когда снималось это видео, мы даже не могли предположить о том, что еще, ну, наверное, на протяжении долгого времени Мерседесы нам будут только сниться. Ох, и нужно обслуживать хорошо свои старые ведрышки, свои любимые и дорогие. А разница в ценниках может быть просто грандиозной. Я вам очень рекомендую. Просто хотя бы попробуйте, вы поймете, что это действительно работает. По первой ссылочке в описании проходите. Вы попадете в компанию Автоспот. Выбираете марку модель. Мы проверили, например, это на КМАхав моего папы. 100% работает. Мы нашли, где ТО сделать дешевле. Проходите, попадаете на сайт, заказываете звонок от специалиста. Вам все организуют. Перед этим можете выбрать марку модели вашей машины. Какое-то вам нужно сделать. И прямо там будет схема. Вы увидите, где, что, сколько стоит. Дальше заказываете звонок, вам все организуют. Вот это что касается ТО. Если все же по нынешним сложным временам очень хочется купить новую машину через Автоспот, это сейчас очень актуально делать. Потому что, опять же, от дилера к дилеру ценники отличаются, в особенности на дорогие машины, чуть ли не на миллионы. А на средние и недорогие, на сотни тысяч рублей. Вот точно так же выбираете марку модель, делаете заявку, и с вами связывается специалист, который организует вам звонки дилеров. Дилеры звонят, вы торгуетесь, выбираете варианты, договариваетесь и едете именно к тому дилеру, у которого сейчас склад побольше, который понимает, что он готов слить склад, чуть меньше зарабатывая. Короче, это просто выгодно, и это абсолютно бесплатно для вас. Пробуйте. автоспот.ру Поворотная задняя ось на Mercedes EQS. Помните, я когда показывал первый раз S-класс 223, и вот там была тоже эта опция, я хотела ее тогда показать, но у нашей машины как раз тестовой ее не оказалось. Вот то же самое у EQS. Причем это две совершенно разные машины, их нельзя сравнивать. Это флагман линейки электрических мерседесов, а то просто флагман мерседесов с ДВС. Причем здесь у нас 4 градуса угол поворота, а возможно еще 9 градусов угол поворота, и вы получаете это обновление, вы можете докупить это обновление и получить его, когда очередной раз вы заливаете себе новую софтину. И вот мы сейчас стоим на месте, сейчас я замолчу наконец-таки, и вы услышите, что когда стоишь на месте, эта машина издает такой еле слышный гул, опять же, космического корабля. И все вот эти вот звуки при старте машины, с учетом вот этих вот трех дисплеев великолепных, и гула, ну, реально как будто в Звездных войнах находишься. У нас версия, которую, по-моему, никто не снимал, и, пожалуй, эта версия не самая удачная для России, но что есть. Это задний привод, то есть мотор исключительно на задней оси, 333 лошадейные силы, 107,8 киловатт-часов батарея, сама машина весом 2 тонны 480 килограммов, и якобы она может проехать на одной зарядке батареи порядка 700 километров. Но это, я бы сказала, что пустой звук, как и абсолютное большинство электромобилей, которые по техническим характеристикам едут вот эти вот бешеные сотни тысяч километров. Эта машина, дай бог, чтобы проезжала 300-350 зимой. И это не только Мерседеса касается, как я уже сказала, все заявляют какие-то невероятные цифры, но в реальности я еще не видела в России автомобиля, который зимой 500 может проезжать на одном заряде батареи. В силу того, что здесь исключительно все сенсорное, то есть получается, что у меня нет возможности управлять ничем, кроме вот этих вот виртуальных приборов. И у меня постоянно палец попадает не туда. Ну, я не думаю, что у меня с пальцем что-то не так. Скорее всего, это просто то, о чем говорят все люди, фанаты, как я, фанаты кнопочек, это вечная проблема с сенсорами. При разгоне, а даже при том, что у нас младший мотор, разгон очень неплохо ощущается, это все же электрокар, тяга у нас непосредственно на старте, так вот при разгоне из колонок идет какой-то, опять же, очень интересный звук. Его можно отключить, то есть его может не быть вообще. Но, например, у меня у Теслы нет возможности ни отключать, ни включать никакие звуки. У меня звуков, в принципе, в Тесле никаких нет. Но только на разгоне бывает такой звук торлейбуса, который, кстати, не всем нравится. Здесь же специально сгенерирован некий звук из колонок, который действительно очень интересный. Ну, как вам был разгон с нуля? Не зря здесь мягкие подушечки сделали. Да, мы хотели погружать налево, забыли. Да ну я тут заигралась, какое там лево? Ну, как раз он, самолет рядом с правой стороны. Ну, это вообще, он непросто. Милые мои, и вот в свете того, что когда мы это видео записывали, мы даже не предполагали, что может происходить с нашими соцсетями, я вас приглашаю. Пожалуйста, не забывайте, подпишитесь на мои российские соцсети. Давайте не потеряемся. У меня есть телеграм-канал, очень классный чатик. Давайте там обсуждать все автомобильные вопросы. Лично я там действительно участвую, обсуждаю. Есть рутуб, которые, ну, куда денутся? Допилят. Какие у нас варианты? Вот. И есть дзен, большой, самый крупный автомобильный дзен в России. Русскоязычный, самый крупный автомобильный дзен это лесорулит. Так что переходите, подписывайтесь. Мы вас там очень ждем, потому что, ну, потому что, короче, вы все сами понимаете. Кстати, Володя у нас на заднем сиденье, это тот человек, который привез эту машину в Россию. Поэтому, если вы хотите заказать себе машину из-за границы, вот внизу в описании будет контакт компании Car+. Если вы меломан, вам, наверное, это будет важно, здесь стоит бурмейстер. Хуже музыка здесь просто не комплектуется. 15 колонок по машине. EQS 580 Firmatic. Это два электромотора на передней и на задней оси суммарной мощностью 523 лошадиные силы и пиковым моментом 855 ньютон-метров. Эта машина должна очень хорошо ехать, но у нас, как я уже сказала, не она. Но полноприводная машина будет на 100 килограммов потяжелее. И батарея у нее остается та же самая. И чисто по техническим характеристикам та машина будет ехать до 500 километров пробега, а не до 700. То есть получается, что у нее заряда будет хватать, ну, в моем понимании, на 250, на 300. В наших вот таких вот условиях. Кстати, вот сейчас меня поправляют, что где-то в Европе есть блогер, который вот на такой машине делал замеры, проверял и проехал 600 километров на одном заряде батареи. Но, правда, он соблюдал вот все вот эти идеальные условия, не превышал скорость, не пользовался, ну, тепло, опять же, у него было. И не пользовался кондиционером, печкой и так далее. Вот в таком случае получается аж 600 километров пробега. У меня на Эске с 85-й батареей мы делали почти такой же эксперимент, но зимой, потому что у нас все-таки, ребят, ну, холодные температуры, там, не знаю, 7-8 месяцев в году. На 85-й батарее, на старой батарее, ну, относительно старой, имеется в виду с точки зрения технологий на старой батарее. Так-то она была там трехлетняя, по-моему. Вряд ли она потеряла какую-то емкость. Так вот, мы прошли тогда 410 километров пробега, и при том, что мы не превышали, да, 90 километров в час, но несколько раз я замерзала, да, я ехала в шапке-ушанке, я не выдерживала, я буквально там за весь этот пробег раз 5 минут на 10 включала печку, и сразу на диаграмме я видела, что расход очень сильно увеличивается. Информация, которую давали изначально немцы по этим двухмоторным машинам, отличается от той, которая сейчас у нас есть на официальном мерседесовском сайте. Там якобы батареи хватит на 705 километров пробега, а никак не на 500, 550, а также там мощность у нее 524 лошадиные силы. Нажимаем, слышим вот этот гул, и вот при том, что у нее никакие не рекордные показатели 6,3 до 100, очень она динамично ощущается. 4,3 это то, что делает двухмоторная машина, и только двухмоторные сейчас официально поставляются в России. Ручки. Решение для меня с ручками здесь немного сомнительное. Понятно, для чего они сделаны такими, они немножко утапливаются, все ради отличной аэродинамики. Но открывать их нужно вот таким вот образом, то есть проводя по ручке рукой, не факт, что это удобно, в случае, если машина грязная, у нас она всегда грязная. Опять же, ласкаешь вот эту штучку только. Я пока еще не научилась, но хозяин, наверное, научится. Короче, ну такое себе, не самое очевидное, не самое удобное решение. А еще прикол, ребят, новая машина, собранная в Германии на том же заводе, на котором собирает С-класс. И у нас уже заклиненная задняя ручка. Ну то есть, смотрите, покажу. Сейчас машина открыта, вот, пожалуйста, переднюю дверь я открываю, все открыто. Ручка на задней правой двери нужно такое усилие применять, чтобы дверь эту открыть. Непонятно, почему машина новая с завода, не битая, ни одной крашеной детали. Вот когда я показываю, например, в китайских автомобилях камеру, я говорю, что смотрите, какие они хорошие стали делать камеры. Я имею в виду, что в сравнении с тем, что раньше делали китайцы, их камеры очень яркие, очень красивые. Но они всегда, знаете, немножко игрушечные такие, пересвеченные. А вот здесь просто великолепно. Вот мы активировали автопилот. Адаптивный круиз-контроль, правильнее говорить. Давайте-ка проверять, что сейчас он будет делать. Ногой сейчас не работаю, работаю исключительно... Исключительно ничем я работаю. Разметка считается хорошо, идет хорошо по разметке, хорошо держится в центре полосы движения. Пока подруливает сам, даже при том, что разметка у нас периодически покрыта мокрым грязным снегом. Притормозил. Давай, давай, милый, давай, пошел, пошел, пошел. Разгоняется. Так, вот продолжаем мы идти на круизе. У нас разметка. Ну, хорошо видна, но все-таки немножко грязный снег у нас поверх есть. Я стараюсь держать руки рядом с рулем. Вот он и просит. Сенсор хороший, просит просто коснуться руля, обозначится, что я здесь. Разгоняется, тормозит, все делает сам. Вон там, ну, не крутой, но такой поворот ощутимый. Сейчас давайте посмотрим, как он себя поведет. Скорость у нас сейчас 30 км в час. Вот она снизилась сейчас до 27. Полностью сам вытормаживается и полностью сам вошел в этот поворот. Ну что, я вам скажу, что у Мерседеса адаптивный круиз-контроль это абсолютно тот же самый автопилот у Теслы. Ничем не хуже. И у этого автомобиля в принципе не бывает доводчиков, потому что вроде бы в дальнейшем появится функция сенсорного открытия дверей. Как точно она будет работать, пока неизвестно. Это не анонсировано. Но вроде бы как одним касанием двери или вообще без касания. Все коллеги мои говорят, что капот у Мерседеса не открывается. И вот этот не открывающийся капот... Да-да, пошел я нафиг. Просто интересно посмотреть, что там под капотом. Тяжеленький. Так, палки у нас похожи. Нет, что ли? Да ладно! Баллончики антифризов, огромнейший радиатор. Здесь еще нужно дальше что-то приоткрыть и куда-то заглянуть. С гарантией за это не снимают, поэтому... Поэтому... Чего нам стесняться? Так, так... Так что, если вы приобретете себе Мерседес ЕКОС и у вас сядет бортовой 12-ти вольтовый аккумулятор, чтобы вы знали, вот здесь вот выведена его клемма, а сам он... Вот она, его клемма выведена. Вот она. А сам он находится вот там вот в глубине. Чтобы к нему попасть, нужно вот эти вот клиптики повернуть, вот, а потом в пазы попасть. Что-то как-то несерьезно они болтаются. Но, правда, мы с вами здесь и не должны быть. И мне не дает покоя, что такое у нас вот это. Опа! Опа! Это отстрел капота, смотрите. Хоп-хоп-хоп. Он с другой стороны такой же. Мне руль здесь, например, очень нравится. То есть это идеальное соотношение рулевого колеса, которое не раздражает своей тяжестью и не превращает управление автомобилем в работу. Либо другая крайность, как сейчас, например, любят делать там у Киа, у Хёнде, когда руль настолько легкий, что он вообще не информативный. Такое впечатление, как будто бы руль делают для каких-то дистрофиков, которые его толком нормально повернуть не могут. Есть автомобили, в которых интуитивно всё понятно, а есть автомобили, в которых интуитивно ничего не понятно. И вот это как раз та машина, в которой сложно разобраться. нажимая «Дайнамик», я перехожу по режимам движения. Видим сразу, какой у нас режим подвески. Вот только в режиме «Спорт» у нас всё спортивное. И вот «Индивиджиал» режим, в котором посредством настроек вы можете сделать всё, как вам удобно. Так, и вот здесь мы нажимаем «Настройки», и мы попадаем в «Настройки режима». И здесь, смотрите, вот всё можно менять. Пожалуйста, я могу сделать себе ходовую часть комфортной, вот как я люблю любое управление, хочу сделать спортивное. Здесь абсолютно шикарный свет. Я такой вообще сложный, такое количество сложных диодных ламп я вижу вообще первый раз. Ну и «Мерседес» всегда этим славился. «Мерседес», «Ауди» дорогие, они умеют делать просто фантастический свет ночью, как днём. Плюс вот эти вот отдельные высвечивания объектов, всё это здесь есть. И, кстати, эта решётка, ну мы по старой памяти обычных автомобилей взявём вот эту вот переднюю пластиковую вставку решёткой. Вот эта вот решётка, она подогреваемая. Здесь есть нити, которые, ну вот я смотрю, визуально я их не замечаю, их не видно. Но устроены они по принципу подогрева лобового стекла. То есть, это сделано от, например, налипания снега зимой. Она тёплая, она греется. На самом деле, если вы присмотритесь, то поймите, что это три отдельных дисплея. Между ними есть едва-едва заметное разделение. Дисплей посередине это 17,7 дюймов. Поистине огромен. 12,3 – это то, что мы привыкли называть приборной панелью. И также дисплей у пассажира, который активируется, когда пассажир садится. И здесь он может управлять большинством функций автомобиля. Красиво встроена деревянная панель. Опять же, вот эта подсветка, она очень здорово придает, не знаю, какой-то изюминке, в особенности вечером. Вот это отделка алькантары. То есть, мы привыкли к тому, что алькантара чуть более волосатая, чуть более мохнатая. А здесь она очень нежная. Причем, точно такая же она и на центральном подлокотнике. Ну и всё это вместе взятое, опять же, создаёт футуристичную картину. Но Мерседес, как это в последние годы, увы, все говорят, не только я, с качеством кожи очень сильно отстаёт от своих других немецких конкурентов, от тех же, например, Ауди. Потому что кожа в местах любого соприкосновения с человеческим телом либо с другими деталями автомобиля уже у новой машины имеет какие-то следы износа. Вот это, ну что это такое? Ну это же просто порнуха чистой воды. Ну машина за 15 миллионов рублей. Ну как же так? Отдельно вот здесь вот вынесена кнопочка EQ. Сейчас у нас машина стоит на зарядке. Вы видите вот анимацию, которая при этом есть на центральном экране. Когда мы машину не активировали, такая же анимация, только крупнее была и вот здесь вот на приборке. И вишенка на торте. Выключаем полностью вот этот экран. Центральный дисплей включ. Выключить систему. И что мы с вами видим? Ну честно, я не ела сегодня сосисоны, после этого забыв помыть руки. Но столь огромный черный дисплей, ну было бы удивительно, если бы не был всегда залапанным. Но правда, видите, вот такой вот микрофиброчкой он моментально становится новеньким. И снова активировав экран, хочу вам показать, какая здесь навигация. Это просто, это просто великолепно выглядит. Наверное, попасть куда-то не туда с такой навигацией будет крайне тяжело. И, кстати, чуть не забыла, есть модификации этого автомобиля, где третьего дисплея для пассажира просто нет. То есть здесь будет деревянная вставка, а дисплей отрезается вот ровно вот так вот. Вариаций приборной панели здесь очень много. Только опять же из-за этого крайне неудобного сенсорного дисплея не всегда попадаешь туда, куда нужно. Вот, пожалуйста, можно навигацию вывести прямо перед лицом. Потом листаете просто вот так вот, как с ручкой, с открыванием, просто проводя пальцем. Так, 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 так. Вот, давайте спортивный режим поставим. Вот таким образом у вас будет выглядеть приборка. Мне не очень такой вариант. Нужно просто очень приноровиться, чтобы получалось вот этим управлять вот прям ровно так, как хочется. Вот, например, в вариации спокойной приборной панели вы можете также менять ее цвет. Вот, видите, она может быть у вас и зеленой, и фиолетовый, и красный, и какой угодно. И при этом тут же у вас меняется и подсветка. Безусловно, это эффектно и красиво. Здесь очень интересно сделан бачок, доступ к бачок для заливания омывайки. Смотрите, что вам это больше всего напоминает? Это очень напоминает в стиральной машине, долив кондиционера для белья. У нас тормозные механизмы здесь обычные. 415 мм, это диаметр передних тормозных дисков, 378 мм, диаметр задних у самой мощной версии, которой у нас в России пока нет, там, за 700 лошадиных сил у нее бывают тормоза углерод керамические. представляете, да, сколько они будут стоить в замене? Здесь даже подогрев заднего сидения, вон, смотрите, как необычно сделан. Кажется, что это сенсор, но на самом деле это кнопка, просто она очень крупная. И все это на стеклянной панели, которая сверху посажена на обтянутую кожей дверь. Сейчас у нас машина стоит, заряжается от обычной трехфазной розетки, такой же абсолютно, как и у меня парк. Про этот автомобиль сказали, что он просто рекордно быстро может заряжаться, и что это невероятное достижение, и что буквально за 15-20 минут она может принять заряды на 300 км пробега. Ребята, поясняю. Это все в теории так, и, конечно, может быть, это в Америке, и в Европе так и работает. Но для того, чтобы машина принимала такой зарядный ток, зарядная станция его должна раздавать. То есть, это очень мощные зарядные станции с постоянным током. У нас их в Москве, насколько я знаю, три штуки. Не факт, что все три работают. И подозреваю, что, может быть, на всю Россию их тоже три, но, может быть, на пару штук побольше. Поэтому нам стоит рассчитывать на то, что мы имеем. Здесь машина может принимать 11 киловатт вот конкретно вот этот автомобиль. Либо есть то, что называется дабл-чарджер у Теслы. Здесь, не знаю, как это будет называться, 22 киловатта может принимать. То есть, эти автомобили бывают разных модификаций. И вот, в зависимости от этого, она будет заряжаться либо чуть дольше, либо чуть быстрее. Представительство Mercedes меня очень не любит за то, что я показываю вот такие вещи. И не только меня. Их нужно только лизать. Им нравится только, когда им подлизывают. Ну, вот смотрите, вот новая машина. Ну, сейчас пробег там у нее порядка 5 тысяч километров. Ну, вот уже сидение разошлось. Ну, вот уже, смотрите, залог. Вот, вот. Ну, честно, сейчас у дорогих Kia так не делают. Я спросила в представительстве там, пожалуй, единственного оставшегося дружественного человека, почему так? Почему так упало качество вот именно в деталях? Почему яркие, красивые планшеты и на остальное просто забыто? И он мне сказал, что Мерседес стал слишком массовым. Очень много заводов по всему миру. И плюс на этих заводах профсоюзы должны принимать на работу разных мигрантов, ну, чтобы получать всякие льготы. И в итоге вот мы видим результат. Это интересная игрушка. Прямо интересная игрушка. Она будет очень классно ехать, в особенности двухмоторная. Если есть желание поиграться, есть большие деньги, почему бы нет? Получите массу удовольствия. В первую очередь от того, что внутри очень необычное, очень классное, яркое, вот эти необычные меню. Но чтобы это все было на 100% удобно, сказать так нельзя. и опять же рекламные слоганы про очень быструю зарядку, про какие-то супер возможности этого автомобиля в нашей стране остаются лишь рекламными слоганами. Для начала подумайте, а где вы ее будете заряжать? Целую и обнимаю. Пока. Продолжение следует...